Всех приветствую на своем канале. Пришла я с работы, точнее из гостей, потому что с работы я пошла в гости на день варенья, на юбилей. И пришла и подумала, а не записать ли мне видос. У меня к тому же был в комментах на странице канала ВКонтакте как-то запрос на тему дружбы и моего психотипа или типа того. И вот я решила, таки созрела я наверное на болтологию, а еще вообще почему я решила записать видос, в принципе можно было бы обозреть те самые игрушки, которые у меня вон там где-то, коллекцию этих киндеров, которые я там уже второй месяц наверное собираюсь обозреть. Но что-то вот я решила проболтать. Суть по тому, что у меня одна подписчица, с которой мы в ВКонтакте, в личке общаемся, что-то мы с ней разговаривались и она значит изъявила желание узреть мою праздничную кофту. А почему речь зашла за праздничной кофтой? Сегодня приперлись в магазин, у нас вообще как бы снег, морозец такой, ну грязь, я не знаю где они эту грязь откопали. В общем приперлись в пара челл в магазин, так это заглянули, вот будто спецом шли и обратно ускакали. И оставили после себя просто это, такие вот шлепки грязи, особенно при входе, ну мне пришлось потом это протереть малость швабры, ибо как бы грязь. А я все такая, вот я ей пожаловала, что я все такая в общем в праздничной кофте. У меня такая праздничная кофта. И она мне значит зафоткает эту праздничную кофту и снег. Ну снег я ей зафоткала, скинула с телефона кофту, что-то я решила, а что бы ее не всем не показать-то. Я вроде с ней еще ничего не снимала. У меня тут эта, моя сова серебряная с глазами, цирконевые мои, мои, из циркония глаза. На серебряной цепочке, что-то я про нее забыла, она у меня забралась не туда, куда надо. Два моих браслета, блин, древний и не очень поменявший руку. Кот у меня орет там, возможно, на фоне. Ну и сейчас я зачитаю этот запрос. А да, еще меня снова обсуждают насики. Мне что-то так это приятно стало. Насики меня обсуждают. Знаете, если вы меня смотрите, пожалуйста, смотрите меня почаще. Пусть у меня это просмотров, ну допустим, сейчас там миллион четыреста с чем-то, а пусть будет миллион семьсот. Мне будет приятно. А вам, наверное, должно быть приятно, потому что я вам привет придала. Ну такой свой обратный. Короче говоря, тут меня девочка Марина просила записать такой видос, как вариант для видео. Ваши психологические, наверное, характеристики, типа интроверты или экстраверты. Как находите общий язык с людьми и с какими типами людей. Из-за чего ссоритесь, перестаете общаться, начинаете дружбу, ну и так далее, бла-бла-бла, там можно типа без имен. Короче, как сказала тут моя подруга Маша, обозвав меня, я подумала, что я потому что под настроение. Я то интроверт, то экстраверт. И я вообще считаю, что должен быть что-то посередине. Ну почему людей надо делить только на белое и черное, в смысле на два типа. Я лох-паранойик. Почему лох-паранойик? Потому что, ну, в общем, я взяла одну подработку такую, скажем так, пишу рефераты. И, значит, общалась с человеком, которому пишу рефераты работы, да. И помогаю писать рефераты, скажем так, да. Ну, как хотите, так и воспринимайте. И, значит, короче говоря, что-то он там меня спросил, и получилось так, что я ему сказала, что еду куда-то там на велике. И, значит, я приехожу, и он мне спрашивает, в библиотеке встречаемся, а вы это типа тоже на велике ехали? Я так охренела, думаю, фига себе, Маша ему что-то сказала, что на велике поедут. Спрашиваю потом Машу, она говорит, да нет, не говорила, может он тебя где-то видел. И тут мы с ней сидим, пьем чай, который я приволокла, чай от доброго самаритянина, вот этот баба, значит, лимонный, а не, с розой, по-моему, был. Или с имбирем вообще, ну, в общем, наверное, с имбирем. Мы вот большой такой пакетик, их разделили там на две чашки, вот так за глаза и уши хватит. Короче, сидим, тут меня только, что я когда-то там им говорила, что куда-то собралась на велике ехать, но мы с ним не состыковались. И она меня называет лох-паранойик, вот вообще, знаете, конкретно так, я общаюсь с одним товарищем, вот тоже, тоже, тот еще лох-паранойик. Когда-то там дал, скинул мне ссылку на свой блог, где куча по информации было видно постов, но было видно только несколько. Ну и понятно, что человек пишет под замок вонли-френд, да, или совсем вонли-вонли. Я ему что-то тогда когда-то сказала, что, типа, как-то если грустно-плохо, то лучше писать кому-то, а не вонли-френд, потому что это как бы, ну, уж совсем одиноко и совсем плохо. Он так удивился, откуда ты, типа, это знаешь? Ну, лох-паранойик. Я не считаю, что это оскорбление, я считаю, что это нормально, лох-паранойик. Короче, в общем, мой психотип, я лох-паранойик. Так, как находите общий язык с людьми и с какими типами людей? Вообще, вот, у моей подружки Машки есть приятель, ну, вообще, наверное, Макома, и, как она сказала, он может бомжа в дом привезти. Я, мне кажется, я вот думаю чисто по себе, что я очень легко иду на контакт, и мне как-то пофигу, какой тип людей, пофигу, как человек одет, пофигу, какой он там этой иерархии, в принципе, могу и с бомжом поговорить. Кстати, вот был такой интересный бомжик, я общалась одно время с одной девчонкой, Анькой, у меня вообще было много всяких подружек Аняк разного типа, и у них в доме жил такой, ну, как она говорила, у него сгорел дом, его сестра его, в общем, выгнала из квартиры, а дом был деревянный, и ему пришлось вот такие жизненные обстоятельства, он у них там ночевал. Ну, я не помню, по-моему, ему есть там выносили или что-то в этом роде. Короче, мне пофигу, какой национальности человек, какой он ЛГБТ или вообще ориентации, смысла сексуальной ориентации, какой он там профессии, вообще, мне фиолетово. Человек он и в Африке человек. Ну, и что еще это сказать? Ну, с людьми, в принципе, легко схожусь. Единственный момент, бывает, у меня бывает такое настроение, что вообще ни с кем неохота разговаривать, не то, что общаться вообще, не то, что с близкими там людьми, друзьями, да, вот, родственниками, близкими родственниками, а вообще ни с кем неохота, вот, бывает такое состояние. Ну, мне кажется, это у всех нормальных, наверное, людей бывает, когда дыхать хочется от всего, что достали-то, достанут, что совершенно, что вообще ни с кем не хочется общаться. Что там еще-то, вообще, я к этому очень готовилась. Я сначала так зависла над, как я социализируюсь, и думаю, надо погуглить, я ведь про это на культурологии какие-то рефераты строчила же, наверное. А потом, так что-то, до меня дошло, что от меня хотят. Видать, я тогда была уставшей. Вообще, у меня вся неделя какая-то сумбурная совершенно, и у меня сбился совершенно график и режим сна, я сегодня спала 3,5 часа. Как я еще на ногах держусь, вообще без понятия. Так, как находите общий язык с людьми? Я даже никогда не задумалась, как я с ними общий язык нахожу. Так, с какими типами людей? С типами людей мы разобрались, у меня вообще пофигу на типы людей. Из-за чего ссоритесь, перестаете общаться. В общем, начинайте дружбу, начинайте дружбу. Ну, я думаю, что это можно, наверное, ко всей дружбе сказать. В общем, из-за чего ссоримся, перестаем общаться. Какими типами людей, общий язык. Мне кажется, я тогда еще написала, не помню кому, по-моему, наверное, той же самой подписчице, которая захотела эту кофточку зреть. Что она решила, что ко мне подкат... Ну, типа, такой вопрос, я точно не помню, может быть, не эта подписчица, но кто-то из подписчиц, девочек, женского пола. Да, кстати, мне тоже еще и пол не важен, мальчик ко мне или девочка какая-нибудь, с кем общаться. Идиоты-то ведь есть. И среди мальчиков, и среди девочек, если на то пошло. Что, типа, ну, может быть, из-за того, что я периодически вспомнила, там была у меня такая подружка Женя. Семь с чем-то лет общались, а 21 ноября год назад... Кстати, 21 ноября я познакомилась, посетить сначала с Глебушкой, благодаря моей Энни-Энни, это типа поезд. Если интересно, ссылка на канале, в разделе о канале, там на архивы Оркаль, что-то там вроде, там где-то она есть. По-моему, даже она в сказках у Кострая есть в этом файле, где, возможно, куча опечаток, очепяток. Если интересно, типа, welcome to hell, посмотрите. Короче говоря, 21 ноября было 9 лет, как я знакома с Глебом, дружу с ним, да, значит, когда-нибудь, возможно, я напишу видос. Меня просили год-два назад какие-то тролли, не очень тролли тоже. Если все-таки я сподоблюсь, ну, сподоблюсь, наверное, когда-нибудь. И 21 ноября, как раз, вот, был, по-моему, 40-й день по моей бабусе, и меня отфутболила Женька. Моя типа, я ее тогда, прикиньте, 7 с лишним лет, 7 лет, наверное, 7 лет и 9 месяцев, по-моему, мы с ней дружили, знакомы были вообще. Я ее считала, и она типа меня считала. Ну, по-крайней мере, она мне так говорила на словах, типа, мы лучшие подруги были. Ну, супер лучшие подруги. Ну, я-то ее считала подругой, как она думала, без понятия совершенно. В общем, ну, допустим, что, типа, вопрос такой был, вот, она в личку мне написала, это подписчица, перехожу к тому обратно, что, типа, какие у меня интересы, как вот со мной, наверное, сойти, да, вот, типа, ко мне подкат, как человек хочет со мной подружиться, но не знает как. Я считаю, что у людей как-то, ну, как вот подружиться, как вот я социализируюсь, должны быть какие-то общие интересы, ну, хоть какой-то общий интерес, вот, чисто для дружбы. Потому что можно вот поговорить, я люблю поговорить. Не обязательно человек должен понимать философию. У меня вот сколько я себя помню, всегда друзья совершенно разные были. Тот момент, что они, большая часть из них друг с другом не могли общаться, и меня там как-то делили, это тоже был момент. Но они настолько все разные были, они как-то вот дополняли меня, я считаю, что я универс. Можете считать, что у меня центр, что я думаю, что я центр вселенной, нифига подобного. Но это уже ваше мнение. Можете считать, что я считаю себя центром вселенной, но я считаю себя универсом. Мне нравится общаться, конечно, в первую очередь с универсами. Ну, как объяснить универс? Допустим, наш лейпионист, он рисует, может рисовать, он на чем-то там играет. Наверное, выдаю тайну вселенной, но вообще у него страница открыта, там есть фотографии. И в принципе, сам виноват, сам выложил в общий доступ. Если людям интересно, можно зайти и посмотреть, там у него это. Есть интересные водки, он скандейтер, и попутно он еще этот, кого он, блин, эти самые. В аниме переодеваются. Не Фури, но... Как же и в это? Я этим еще не разу не была. Хотя я тучила с клубом толкинистов, меня даже один раз переодевали в какое-то средневековое платье. А, косплей. Хотя, наверное, я была косплеером. Один раз в жизни меня же переодевали в какое-то там средневековое платье. Черное было. Но фотки у меня, к сожалению, нет. Потому что тогдашняя моя подружка мне ее так и зажирила. Ну да, пусть и мне разрешили без имен. Ну, короче, вот универс это тот, кто может что-то идеально делать. Ну, не совсем идеально, ладно. Что-то такое, чем-то таким заниматься, но много чем. Допустим, есть просто художники, есть просто музыканты, есть просто там поэты или писатели, еще что-нибудь в этом роде. Есть те, которые и то, и другое, и пятое, и десятое. Ну, допустим, Леонардо Новичий. Универс. Глибасик тоже универс. В общем, я люблю универсов. Я, конечно, их не ставлю там на какую-нибудь ступень выше, чем все остальные, но вот мне с ними очень интересно общаться. Если, допустим, мне будут писать какой-то человек, ну, вообще, там может быть у нас какая-то общая тема, типа я люблю фоткать, он тоже любит фоткать. И мне будут писать попутно универс. Я большую часть времени буду уделять, скорее всего, универсу общению. Но, в принципе, если у нас с человеком общее хобби, и человек хочет мне написать, то почему бы нет, я не кусаюсь. У меня страница открыта, сообщения как бы открыты. Да, я еще умею, правда, общаться из вежливости, но я вообще чисто стараюсь быть вежливой со всеми, потому что, с одной стороны, человек пишет, может, ему хочется выговориться, может, ему не с кем больше поговорить, а тут я такая. Сижу, у меня, по-моему, на странице до сих пор написана информация о себе, а еще некоторые считают, что я такой великий священник, на все такие религии мне нужно исповедоваться. Вот потому что, просто сколько я себя помню, за всю мою жизнь, большая часть моей, вообще, совершенно левые люди, там, не знаю, почему-то считаю, что если они мне пишут, то я их должна выслушивать. Я, как бы, не против, но всему должна быть своя мера, как-то. В общем, так, у меня этот фонд опять отошел, сейчас загрузится кто-то, кто-то, кто-то. Начинайте дружбу, ни за чего ссоритесь, перестаетесь сейчас-то. В общем, я думаю, что, в принципе, ну, дружба должна, как бы, быть на взаимоуважении, это не только я, вот, допустим, с кем-то общаюсь, я считаю, что это вообще должна быть дружба на взаимоуважении, как бы доверии и хоть каких-то минимальных общих интересах. Это, мне кажется, вот три вот этих кита, три ноги, тренога, штатив, взаимоуважение, что я до этого говорила, минимальный, ну, какой-то общий интерес и доверие. Из-за чего я могу перестать общаться с человеком? Если я прихожу, допустим, в магазин за фотографиями, а моя лучшая подруга меня, извиняюсь, обсирает при мне, при совершенно левых людях, вот из-за этого. Я виду не подам, но постараюсь как-то отодвинуться от человека. Из-за чего я могу прервать общение? Если я узнаю, что человек пускает про меня всякие сплетни, мне такая, вот, я, как бы, может, вида и не подам, ничего не скажу, я поофигеваю, пообижаюсь, я порастраиваюсь и отодвинусь. Из-за чего я могу перестать общаться? Из-за вранья. Вранье у меня очень часто такое было, вот, лучшие подруги, и то, все, с одной девочкой общалась, вот, она даже автор нескольких сказ, как у меня присутствует, там, допустим, Пероя передала Ире, опустим, фамилию, не знаю, замужем она сейчас, не замужем мы вообще, где и что. Почему мы с ней перестали общаться? Мы с ней познакомились, когда мне делали операцию, по остановке зрения, мне было 13 лет, в 97-м году летом, мне делали на 15 минут раньше, чем ей. Наши мамы общались, соответственно, они хотели, чтобы мы тоже дружили, мы что-то с ней общались, пока лежали в больнице, потом как-то перестали общаться, потом снова стали общаться и очень довольно долго, в принципе, общались, и, допустим, она звала меня в гости, а, да, кстати, мы жили на разных концах города и переписывались письмами бумажными от руки. Значит, я писала ей, сегодня отправляла, но завтра получала, и она мне так же. Потом ей провели телефон, мы стали, соответственно, созваниваться, она приглашала меня в гости, мы встречались здесь по выходным, на один выходной, она ко мне, допустим, в субботу приходит, на следующую неделю я к ней. И она даже ездила ко мне два раза в деревню, после аварии, когда мне 16 лет уже было, по неделе, раз в неделю, два в неделю. И, в принципе, как, она приглашает меня к себе в гости, мы договариваемся, я к ней прихожу, она или ушла куда-то, или просит сказать маму, что ее дома нету, вот что-то в таком духе. И мне выдавалось, что чуть ли не в таком стиле, что ты, наверное, что-то перепутала, да такого нет, да ее вообще в городе нет, и все в таком духе. И вот мне часто так попадалось, или, допустим, она напрашивается ко мне в гости, или я ее приглашаю, так, все договариваемся, я ее жду, она не является. Очень часто у меня так было. Началось это все сыро. В общем, если вот такой момент происходит, в какой-то момент я начинаю понимать, что меня, наверное, хотят слить. Я просто свариваю. Я никаких разборок не устраиваю, ничего. Мне это как бы сначала грустно, обидно. Я очень близко к сердцу принимаю друзей. И я больше переживаю, когда с кем-то перестаю общаться, вот по такой вот причине, когда меня там кидают, или еще что-то, чем когда, допустим, мне разбили сердце. Я стабильно не всегда понимаю, большую часть не понимаю, когда из-за этого у меня бывали проблемы, конечно, своего рода, иногда очень даже серьезные. Когда я общаюсь с человеком, я думаю, что мы просто друзья. Лучшие друзья. Ну, мне кажется, это чисто фишка Вадалия. Лучшие друзья такие конкретно, совсем лучшие друзья. Я не различаю, когда вот там эта лучшая дружба перешла там в что-то большее, типа, любовь, да? И когда это... У меня стишок даже какой-то дурацкий есть, типа я дружбу путаю с любовью, бла-бла-бла, катахиния. 2004, наверное, какой у меня год, 2003, фиг знает. Кому интересно, опять же, Welcome to Hell на странице YouTube в разделе о канале есть там ссылка на стихиру. По-моему, так называется стихира. Или как-то так. Там куча всякого барахла. Я эту страницу держу, вообще заводила чисто как этот склад барахла. В общем, из-за чего ссоритесь, перестаете общаться. Вот чисто из-за этого. У меня никогда не было такого, чтобы мне с подружкой, допустим, нравился один мальчик, да? Или с другом нравился один мальчик. Или, да, девочки мне не нравятся, мне нравятся мальчики. Так что у меня с этим как бы не бывало проблем. Или, допустим, ну, мог бы мне кто-то там понравиться, кто понравился бы моей подруге. У нас как-то так не получалось, потому что мне стабильно нравились длинноволосы, я на них западала какие-то такие неформалы. Я даже это, типа, встречалась с парнем. У него был пирсинг, татушки, он хайрастый был. Правда, когда он подстрелся, я его не узнала. И вся эта любовь как бы отвалилась. Ну, там два захода были. Как бы западала я на него два раза. Ну, и вот, в общем, я к тому веду, что из-за парня я бы точно не стала ссориться. У нас как бы, во-первых, очень разные вкусы, во-вторых, ну, из-за парня ссориться как-то, не знаю, долбанец, пытаясь не материться, пытаясь от меня от наизвратить. Короче, вот я пообещала не материться в уличке с одним товарищем. Я матерюсь редко. Материться осталось исключительно, когда стала общаться с байкерами. Там они, большая часть из них говорила матом. Ну, и я как-то это, настолько влилась в тусовку, что стала говорить очень сильно матом, что некоторые из них фигели. Но это очень давно было, на самом деле. Как можно сказать, давно и неправда. Так, начинаете дурбу, и так далее. Наверное, это было, вот эти интересы тоже было, и так далее. Я думала, что я больше говорю, а как-то я только еще 19 с чем-то минут трензычу. Так, вроде, я не знаю, все сказала, не все сказала, из-за чего ссоритесь. Ну, в общем, в принципе, я могу поссориться чисто из-за лжи, потому что я считаю, что вот ты пришел, а тебя обсирают, говорят про тебя то, чего не было, допустим, да, это ложь. Сплетни про тебя, выдуманные всякие, даже чисто вот, чтобы посмотреть, аж если я скажу, что у тебя вот там дети, два ребенка и муж на Украине, нет у меня детей, нет мужа на Украине, и одному человеку, а пойдет ли это дальше, интересно. Я тогда сидела, как бы, ну ладно, хорошо, мне просто было интересно, почему именно про меня сплетни, а не про тебя, дорогуша, лучшая подружка. И вот однажды я откуда-то приезжаю, из какого-то, наверное, первого моего самостоятельного путешествия, типа там по Карелии, если я ругал тур, иду с сумками, так то-сё, или с пакетами, или с сувенирами, и ко мне подходит моя учительница по кроведению, и спрашивает, Оля, это правда, что твои дети у тебя под кроватью живут? Ну, у меня, понятно, такие вот глаза, я так охренела конкретно, у меня Никита как бы нет, откуда это вообще взяли, ну вот там ей кто-то сказал. Сплетня обросла, сплетня пошла из-за чего, Лёля сидит в гостях у своей подружки, покушала, села еще так, что видно, будто бы с некоторого ракурса, будто бы она беременна. Я когда много поем, у меня живот вырастает, так сам по себе, я вообще мутант. Ну, да, у меня зубы молочные, я мутант. Я умею ходить в обороке, я мутант. Я это, стебусь, ну, у меня подруга так называет, что мутантом, я как бы не обижаюсь, мне прикольно. Некоторые обижаются на то, что я не обижаюсь на это. Ну, в общем, я считаю, что вот вранье, это вот самый первый момент. Если человек тебе врет, то всё, нафиг такого человека. Хотя у меня часто такое бывало, что я общаюсь с человеком, мне, допустим, говорят, что-то такое, что вот он там тебя поливает, дерьмо, то всё было такое. Случай подругой детства. Много кто мне на это говорил, я была уверена, что они вот всячески пакостят мне, что они не хотят, чтобы я с ней дружила, а на самом деле она, ну, ангел, всё. В общем, если мне говорят, допустим, про моего друга какую-то гадость, и, во-первых, я не стану слушать это. И даже если говорят не то, что вот друг мне что-то плохое делает, тут он такой плохой тебя обсуждает, а вот он такой плохой. Вот я сразу это пресекаю, я даже могу перестать общаться с человеком, только потому, что он обсирает моего друга. Если, ну, как бы друг святое, каким бы он там не был, каким бы у него там косяки не было, и ещё я считаю, что дружба – это восприятие друг друга со всеми тараканами вообще. Мало ли у кого какие косяки. Ну, и у меня там какие-то косяки, у тебя там какие-то косяки. А если мне говорят, что вот, ну, там, у меня был просто такой момент, что вот говорили, ты-ты-ты-ты-ты, и однажды я устала человека, обсуждающего меня с кем-то в не очень хорошем стиле, свете. Всё. Мы перестали общаться, она даже, возможно, не поняла, почему. Потом мы снова общались, потом мы перестали общаться, потом она вызвала жамуш, и у нас разошлись настолько дороги. Я её помню, я однажды поздравила ВКонтакте с днём рождения, там как-то это, реакция такая была, будто я к ней напрашиваюсь. А я только её поздравила с днём рождения, потому что я помнила, что у неё 14-го ноября день рождения. У Ильки было 20-го ноября день рождения. И да, кстати, все, вот у меня было три подружки 83-го года в ноябре с днём рождения. И все друг друга немножко каспеллили. Ну да, благословит их. Не буду говорить свой сленг, потому что был у меня такой момент, что я чисто изъяснялась сленгом немножко, который я сейчас фильтрую, и некоторые любители поднасрать каменты, чисто чтобы какой-нибудь срач развести, ругань, да, типа троллей, начинали сразу на меня чё-то бочку гнать. На самом деле я к этой религии очень хорошо отношусь, намного лучше, чем к хвалославию, и даже писала несколько работ, и одну работу даже чисто начинала, но нам тогда экзамен отменили, и я как бы не смогла её написать, хотя у меня документы остались, всё, куча всякой информации такой. Я даже пыталась писать какую-то хрень, типа, ну так, свою, это типа Энни там, черновой такой вариант пампер. И вот у меня там была как раз вот, скажем так, я даже очень любила читать, всё время, когда ещё в библиотеке работала, время свободное было, или так вот, чисто где-нибудь в гамачке почитать. Я не помню, книжка вот на языке названия крутится, но, в общем, сейчас вспомнить, про какую же, как же это страна там, Арабская Испания, или что-то в этом роде. Мусульманская Испания. Ну, понятно, про какую я религию говорю, да? Мне очень нравится ислам. Можете вопить там, кидаться помидорами, что типа вот там, что-то всё такое неправильно, если на то пошло, то в своё время христиане с иконами пёрлись воевать и убивать людей ради Христа. Тоже в тему. Ну, сейчас тема, как бы, не совсем об этом, но вот к этому немножко перешла. Ну, и что ещё-то? Не знаю, всё я сказала, ну, всё я сказала. Так, я социализируюсь. В общем, много параноики. Социализируюсь я нормально. У меня очень-очень много знакомых, правда, ВКонтакте я сейчас до хрена в своё время поудаляла за несколько заходов, ну, было очень много знакомых. Я очень быстро заводила знакомства, когда вот первый раз выступала на, можно сказать, такой большой сцене в Некрасо в 2005 году, спинка одного пита, но я поэток называю питами, греческий такой, да, питы, спинка одного пита, и, в общем, потом мы после вот этого сборища пошли там к какой-то девочке тусить на квартиру, там куча народу была, и вот с кучей народу я обменялась адресами, с кем-то там общалась, причём половина людей выглядела моложе, чем есть, и с одной девочкой я даже познакомилась, потом на логарифмах пересекалась, и, в общем, ну, логарифмы это такой литературный фестиваль, я сейчас не знаю, есть или нет, Андрей Коврайский с Надеждой Кудричевой организовывали, если кому интересно, загуглите, два крутых человека. Правда, я с ними сейчас уже больше не общаюсь, развелась жизнь, как бы пути-дорожки, но я считаю до сих пор, что они вот такие суперские люди, и, в принципе, вот у меня просто так вот получалось, что я общалась с одной девочкой, я думала, что ей лет 18, а ей было тогда 33, что ли, она думала, что я школьница, и что мне максимум 15, а мне было уже 18, ну, вот как-то так, я к тому, что вот очень много таких вот знакомых с кем-то так, очень много всяких там друзей, ну, и как вот наш, мой товарищ по несчастью, по скандалиту, говорит, периодически уже заводил такую тему, очень интересный человек, заводил такую тему, вообще мозги мои заставляют мыслить по-другому, как-то на жизнь, на какие-то вещи смотреть, по-другому, что дружба, понятие вообще такое интересное, ну, что такое друг, друг, что там, я ему, товарищ там, приятель, знакомый, ну, в общем, много знакомых таких, я считаю, что я общительный, такой этот, положительный человек, не, я, конечно, бывает, там, меня достали, я могу на кого-то рябнуть, но мне кажется, что это нормальное состояние человека, надо отдыхать как-то, о чем я уже говорила в начале, наверное, потому что у меня на этой неделе, буквально вчера у меня было что-то 5 или 6 диалогов, у меня было настроение общаться только с одним человеком, а мне писали все, кому не лень, включая подружку Юльку, и иногда вот, хорошо, что эти люди не ставят, иногда меня настолько достает общение, что я вслух могу у компа обматериться, что, блин, как же вы меня достали, ну, человек же не может, знать, что вот он мне пишет, допустим, да, я там занята до кучи, устала, там, вообще в дребодан, не спавши, жуть, и не могу вообще не то, что там общаться, что мне печатать, не то, что говорить, ну, я из вежливости продолжаю общение, из вежливости, в основном, даже иногда из терпеливой такой вежливости, и я не буду говорить человека имя, потому что человек меня иногда смотрит в видео, и может обидеться, потому что человек стабильно, периодически обижается на всякую хрена тень, я даже знаю, что она обижается на всякую хрена тень, и стабильно, частично не уверена в себе, хотя вот уж кому-кому, а ей-то уверенность в себе, по-моему, надо быть всегда, удивительно, что она бывает часто неуверенна в себе, и в общем, иногда она мне пишет, 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 нудная до жути, я уже вот, ну, не воспринимаю информацию, я ей терпеливо отвечаю, кстати, меня что-то трясти начинало, по-моему, я замерзла, короче говоря, вот такое вот болтологическое, совершенно видео, надеюсь, удовлетворило любителей моих болтологических видео, выполнила этот запрос, если я что-нибудь не так поняла, или на что-то не ответила, ну, в комментах там мне напишите, где-нибудь, куда-нибудь в личку, или типа того, всем спасибо за просмотр, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok